Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новый выпуск. Героем сегодняшнего ролика станет самый эпичный альткоин 2017 года, Ripple XRP. Есть ли у него план, который фактически может поднять его даже выше эфириума? По крайней мере, так говорят некоторые люди. Сегодня мы взглянем на Ripple XRP, так как там намечается довольно крутой проект, который может полностью изменить правила игры и придать этому токену скорость света. А в самом конце ролика я скажу самое важное, то, что все холдеры Ripple XRP и все, кто хочет купить его сегодня, чтобы поучаствовать в аирдропе, обязаны услышать. Также я расскажу, что собираюсь делать лично я. Поэтому усаживайтесь поудобнее, не забудьте поставить лайк и нажать на кнопку подписки и колокольчика, чтобы не пропускать новые ролики. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео, большое спасибо за вашу поддержку, она просто безумная и мне очень приятно. А мы начинаем. Так сложилось, что рост интереса к DeFi привел к уменьшению интереса к XRP. Я думаю, что в самом Ripple со мной бы не согласились, но DeFi отобрал большую долю интереса у многих не-DeFi проектов, в том числе и у XRP. Действительно, ведь DeFi дает сумасшедшие проценты, но я хочу напомнить, что за 2017 год XRP вырос на безумные 65 тысяч процентов, и армия поклонников XRP надеется увидеть повторение этого безумного роста. С другой стороны, существует целое движение, которое буквально ненавидит XRP и все, что с ним связано, и даже ставит дизлайки просто за его упоминание в названии видео. Возникает очень интересный вопрос, изменится ли настроение вокруг XRP, если у него вдруг появится возможность соединяться с Эфириумом, буквально как и у DeFi токенов. Это интересная мысль, которая сегодня начинает воплощаться в жизнь с помощью партнера Ripple Flare Network. Flare Network намерены построить мост, который будет интегрирован в виртуальную машину Эфира для предоставления продвинутых смарт-контрактов сети XRP. Это буквально открывает двери, за которыми DeFi транзакции станут быстрее и дешевле, чем когда-либо за всю их историю. В зависимости от того, как много времени это займет и успеха работы Flare Network, мы можем увидеть огромный взрыв цены XRP, фактически наравне с другими DeFi проектами. Хьюго Филлион, это генеральный директор Flare Networks, который недавно дал целое интервью на канале CryptoEry, ярой стороннице Ripple XRP, за которой я наблюдаю фактически с самого начала ее деятельности на YouTube. Интервью занимает почти целый час, и, к сожалению, у меня постоянно не хватает времени, чтобы переводить полностью такие ролики, но зато я посмотрел его до конца и расскажу вам вкратце. Хьюго. Хьюго сказал, что ценность Flare Networks заключается в предоставлении платформы смарт-контрактов для Ripple XRP. Кроме того, сеть Flare очень децентрализована, ведь контролируется не токеном, а нодами, как у биткоина, например. Что еще за токен, который может в теории контролировать сеть? Речь идет о токене Spark, а снапшот назначен на 12 декабря, именно тогда и начнется аирдроп этих токенов. Многие ожидают, что это событие заставит расти цену XRP. Пишут, например, следующее. Ожидаю огромный синдром упущенной выгоды в декабре, когда все бросятся за XRP до снапшота. Я думаю, мы увидим большое движение. Ребята, в конце видео я скажу, что может произойти на самом деле с Ripple XRP перед снапшотом 12 декабря 2020 года. Именно тогда начнется раздача токенов Spark, которая продлится 6 месяцев, после чего неиспользованные токены Spark будут уничтожены. Перед Flare Networks стоит задача расширить возможности XRP. После того, как платформа будет запущена, XRP сможет взаимодействовать с Ethereum и работать со смарт-контрактами. Так что же такое токен Spark? Токен Spark или FXRP – это представление токена Ripple XRP в сети Flare Network. Он позволяет холдерам XRP использовать смарт-контракты, а возникающая в результате экосистема стимулирует к участию за счет получения комиссионных и арбитража. Токен Spark также используется и для безопасности сети. Участники системы предоставляют Spark в качестве залога, а взамен зарабатывают на комиссионных. Все это звучит сложно и является действительно сложным, но простыми словами, с этой платформой Ripple XRP сможет использоваться в любом децентрализованном приложении и фактически обретает некоторые свойства DeFi. Но с некоторыми улучшениями, более высокой масштабируемостью, пропускной способностью, то есть транзакции будут быстрее и дешевле, чем многие другие криптовалюты себе представляют, например, биткоин. И хотя до Airdrop'а еще достаточно много времени, многие уже начинают выстраиваться в очередь за токенами Spark. 980 миллионов XRP и 17 тысяч новых учетных записей были созданы для этого. Некоторые биржи уже заявили о поддержке Airdrop'а, например, Uphold, GitHub, Bit.ru и другие. Uphold у себя в Твиттере 2 сентября 2020 года написал следующее. После горячих обсуждений общественности мы рады сообщить, что поддержим раздачу токенов Spark. Вы получите токены Spark в соотношении 1 к 1 количеству XRP, которые будут у вас на балансе в день снапшота. 12 декабря 2020 года. То есть, ребята, чтобы получить токены Spark, вам нужно всего лишь держать на бирже Uphold XRP в день раздачи. Вот так все просто. Человек тоже спросил, если я переведу XRP на биржу Uphold, получу ли я токены Spark? Ответ. Да. Если в день раздачи у него будут XRP на балансе биржи, он получит Spark в соотношении 1 к 1. И теперь, ребята, самая важная часть этого видео, которая вполне может сохранить ваши деньги. Как многие из моих зрителей знают, я являюсь, можно сказать, фанатом Ripple XRP по многим причинам, которые я озвучивал на этом канале. У меня есть достаточно много токенов XRP, но также у меня есть очень много эфиров. Эфира даже больше, чем XRP. Что же буду делать лично я? Перед снапшотом 12 декабря 2020 года я собираюсь продать эфириум за XRP, получить токены Spark, затем переместить токены XRP обратно в эфириум. Я уверен, так будут делать многие. Так будут делать и умные деньги. Сами понимаете, что это значит. Это может привести к резкому взлёту XRP перед снапшотом и такому же резкому падению его цены после снапшота. Поэтому будьте максимально осторожными. Я вас предупредил. А на этом у меня всё. Меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки, если видео было вам интересным или полезным. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Я думаю, что, когда мы начали поговорить с Эфириум, то есть огромная масса в этой стране. Есть огромная масса в этой стране. И, ну, Рипл и Эфириум дают очень хорошие работы, и теперь это очень важно. И теперь это очень важно для нас, чтобы принимать и активность, и создать на что-то уже уже. И вот мы надеемся, что мы пытаемся сделать с ФЛЕР. Мы не дадим, мы не пытаемся, чтобы другого проекта, как Атериум, мы не пытаемся сказать, что мы хотим уйти. Мы хотим создать эти коммунитивы вместе. И если мы делаем это, мы должны сделать это, но с ума с помощью его Steady, мы должны создать только огромное, чтобы мы созданы и понимаемые, как XRP пользователи и пользователи, но как мы создадим продукты и использования которые будут, возможно, очень хорошей ценности для мира. Продолжение следует...